Сегодня будем заниматься термоакустикой. Вы увидите как работает настоящий термоакустический двигатель. Но сначала один эффектный эксперимент, его легко повторит каждый. Понадобится любая пробирка, кусочек металлической ваты из строя магазина и влажная салфетка. Вату нужно разместить внутри пробирки на расстоянии примерно 1 четвертой ее длины от закрытого конца. Теперь возьмем полоску влажной салфетки, смочим в воде и обмотаем ею пробирку на границе с металлической ватой. Это будет наш радиатор. Вот и все. Все, начинаем эксперимент. Поджигаем кусочек спирта и греем пробирку в месте начинается металлическая вата. Вот так просто мы превращаем внешнее тепло в механические колебания воздуха, которые можно услышать, а можно полезно использовать. Подробнее об этом читайте на моем сайте в рубрике термоакустические стирлинги. А теперь перейдем к более масштабным экспонатам. Сейчас мы с вами проведем эксперимент термоакустический, солнечный эксперимент с помощью вот такой вот обычной трубки. То есть это просто стеклянная трубка, закрытая с одной стороны мембраной и нагреваемая область. Сейчас мы ее поставим в этот концентратор и будем нагревать. Вот она уже запустилась, вот она вибрирует. И заметьте, это работает звук, то есть это вот колеблется в воздух, и все, то есть трубка и все, и мембрана. Минимум 2,5,5. Вот видишь, он набирает. То есть какая-то есть частота. Ну вот он до нее вышел. Вот так работает настоящий термоакустический двигатель. Жизнь ломит. То есть это placement. Вот так гудит трубка рейки. Просто трубка. Сквозная. Колебания воздуха. Хозяин установки. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.